В минуту радио Болтком Каждую среду в полдень На радио Болтком Да, афиша у нас всегда начинается со среды Подробный обзор культурных событий В мире классической музыки Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта Классической музыки? Это невозможно Приглашенные в студию музыканты Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе Культурная среда с Еленой Приваловой На радио Болтком Ходите на концерты классической музыки? Добрый день, дорогие друзья Рада приветствовать вас Рада тому, что жизнь культурная продолжается И в Риге проводятся концерты классической музыки Во всю Можно сказать, старается И проводит замечательные концерты Инна Давыдова В ее концертном зале Артиссима Новые концерты камерной вокальной музыки И, в частности, аккомпанирует сама Инна Давыдова Это всегда очень интересные концерты И, конечно, концерты в Домском соборе Хотела обратить ваше внимание на концерт 24 сентября Будет выступать Йорк Ханнес Ханс Из Германии И исполнять будут произведения Баха, Листа и Регера И также в Домском соборе проводятся концерты Почти каждый день в 12 часов концерты Пикколо Это самый лучший способ познакомиться с органом Те, кто еще ни разу не бывал в Домском соборе И я надеюсь, что с каждым днем таких людей все меньше и меньше И все больше людей тянутся к музыке А сегодня у нас в гостях российский композитор Жанна Габова-Джексенбекова Здравствуйте, Жанна Здравствуйте, Елена О, прекрасно слышно Я очень волновалась за нашу связь И у нас встреча была как-то организована где-то месяц назад Но не получилось встретиться Я рада, что все-таки вот сейчас в сентябре И мы вновь смогли организовать наш эфир И уже все получилось И мы с вами можем пообщаться о музыке И о вашей музыке, о вашем творчестве Расскажите, пожалуйста Сначала не о биографии А вот на чем вы сейчас работаете? Над каким произведением? Я рада приветствовать, Леночка Спасибо вам большое Что смогли уделить мне и моему творчеству времени В прямом эфире Большое спасибо, Радио Болтком На сегодняшний день Мне поступил заказ Написать две песни Поскольку мы недавно совсем выиграли Конкурс оперный В конкурсе имени Дунаевского То, видимо, как-то так плавненько Плавненько меня попросили написать Две песни Песни для треу женских голосов Которые собираются поехать на конкурс Кажется, в январе будущего года Куда пока тайна Ну, это сами исполнители решили Вот, пока никому ничего не афишировать Да, 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 да Не афишировать Но, значит, конкурс набрал уже свои обороты Конкурс на территории Российской Федерации Будет проходить И там конкурс вокалистов Певцов И я так понимаю Что и попсовая музыка эстрадная И фольк Вот И голоса народные И я так понимаю Там даже возрастной категории вроде как нет И бабушки принимают участие Но я так немножко посмотрела На этот конкурс Но очень такой тёплый конкурс Позитивный, радостный, солнечный Вот Но это вот что касается именно на сегодня Но на сегодня не только эти песни Вот у меня как-то так вот сложилось в жизни Что если поступают заказы То они поступают как-то вот прям одновременно И что прям аж душится У меня всё, всё абсолютно Так настолько сжимается Вот прям как вот какая-то вот пружина Вот, поэтому на сегодня у меня поступил ещё заказ Написать для флейты С симфоническим оркестром Но произведение такое Чтобы мог исполнить флейтист Который давно-давно, скажем так Не занимался на инструменте Достаточно простой Но с симфоническим оркестром Но с симфоническим оркестром И основная ещё задача Которую мне, в принципе, всегда поручали Эмоционально тронуть так Чтоб текли слёзы Вот Какая-то лирика должна быть Да, и должна быть она очень такой вот Настолько душевной И не то чтобы слезливой А вот именно зацепила В нашем мире сейчас вот понятие Зацепить, оно, видимо, очень актуально Потому как это слово Используется и в песнях Такой же организм Который стал Общепринятым И даже в профессиональной Да, да И знаешь, Леночка Мне вот очень даже импонирует то Что не просто Вот оно должно быть Лёгким, эмоциональным Там Приятным Но ещё и симфоническим оркестром Это, наверное, говорит о том Что всё-таки действительно Аудитория, публика наша Которая глубоко уважает Наших мэтров Нас, композиторов Они всё-таки Не просто вот ударяются Вот в одну стихию Да, какую-то более лёгкую Там А вот именно вот Масштабную для нас Для композиторов Всё-таки симфоническим оркестром Это говорит о многом Это действительно очень сложно И Ну не то что сложно То есть это Симфонические оркестры написать То есть партитура Один лист Да, то есть там Несколько тактов Уже лист исписан И Расскажите нашим слушателям О том Как вообще выглядит Партитура Мне кажется Это очень интересно И, кстати, можно Да, и сейчас То есть вы Я почитала вашу биографию Что родились вы в Казахстане И Да В Московской консерватории Уже обучались В аспирантуре Притом у Величайших педагогов Это Александр Владимирович Чаковский По композиции И у Юрия Буцкопа По инструментоведению Притом Буцко Это выдающийся российский композитор И, наверное, наверняка Вы не только инструментовке у него обучались Но и тоже каким-то основам композиции Расскажите вот о ваших учителях Вот именно вот мне, конечно, очень интересно Абудскон Да, я поступила в аспирантуру И сразу же попала в класс Александра Владимирович Чайковского Чему безумно рада Вот Александр Владимирович Сам проявил интерес Именно к тому Чтобы я написала заявление Именно к Александру Владимировичу Чайковскому Но я, в принципе, и других Даже не представляла Не рассматривала других учителей Почему? Потому как музыка Бориса Чайковского Родного дяди Александра Владимировича Настолько она Ну не то чтобы Она мне дорога Вот очень Она настолько понятна Настолько образна Вот слушаешь её И думаешь И образы всплывают сами Это настолько сейчас Вот сейчас Это настолько актуально Почему? Потому как Я сейчас пытаюсь синтезировать Такой вот, знаете Такой экспериментальный Я не знаю, насколько она экспериментальная Но для меня это экспериментальный Такой получается жанр Когда я пытаюсь соединить И сценарный И музыкальный язык И драматический Драматургический Да И может быть Некий даже и режиссёрский Вот И вот Именно музыка Вот Чайковского Бориса Да Вы знаете Ну я не знаю Я была В каком-то таком Неком откровении Что ли И смотришь Фильмы Вот тот же самый Женитьба Фигара Да Ой, простите Женитьба Фигара Женитьба Бальзаминова Думаешь Боже мой Ну это же Только Такая Настолько попасть в точку Да Это же просто невероятно Эти Наши любимые Всеми актёры Режиссё Ну это настолько всё Ну гармонично Вот образ без музыки И музыка без образа Ну она никак уже не воспринимается Это настолько вот логично Настолько гармонично И вот такое вот целое ядро И я считаю Что каждый композитор Ну говорю конечно за себя Но я стремлюсь Именно к такой вот гармонии Некого образа в образе Да То есть Именно чтобы образ был в целом А не так вот Ну вот мне нравятся в этом человеке глаза Ну и всё Нет Мне бы этого не хотелось Вот Мне бы хотелось всё-таки Чтобы был какой-то некий такой Собирательный что ли Вот образ Ну пусть так Вот Что касается Юрия Марковича Пуцко Это просто волшебник Для меня это учитель-волшебник Почему? Потому что приходя к нему на уроки Я Сначала я безумно удивилась Потому что для меня это такая Вы знаете Вот как-то огромная фигура Легенда Учаясь в Алматинской консерватории Да И закончив её Я Конечно мы все выросли Да На произведениях И Александра Замичевича Пуцкого И Юрия Марковича Пуцкого И понимаете И когда я приезжаю сюда Московский консерватор Я вижу этих метров Для меня Вот это вот первое Да Вот столкновение С тем что я вижу Это вот уже некий такой вот Шок Стресс Я не знаю как это ещё сказать Вот Но это радость Это вот такая вот радость Которая меня Ну просто за Аж Знаете Вот переполняла И такие всплёски эмоциональные Вот А потом уж Когда я пришла конечно на урок У меня естественно ничего это не погасло Все эти эмоции Я просто с открытым ртом Просто смотрела на человека Я не знаю Насколько Я наверное Он Наверное подумал Боже мой Кто это Что это Нет Я думаю что он был счастлив Потому что Все равно Несмотря на то что Уже прошло В 2005 году Вы обучались Да То есть это Много времени прошло С того времени И все равно Тогда уже Московские студенты Они были достаточно циничные Приходили такие Ну что нам покажут Что нам расскажут И конечно Поэтому Когда я поступала Немного ранее Просто в консерваторию Очень любили брать Провинциальных студентов Именно за их горящие глаза Именно за то Что вот так открыты И хотят Хотят обучаться И на метров Вот на Буцко На Чайковского Смотрят Открыв рот И ловят на лету Каждую фразу Все что говорят То есть Вот этот вот способ Вот это обучение Оно Теряется Потому что Сейчас приходят Такие все умудренные Опытом студенты Им нравятся Они уже много знают Они спорят Они считают важным Отставить свою точку зрения То есть не впитывать То, что тебе дает Педагог А именно Отстаивать свое Хотя в принципе Отставить свое Можно уже Когда ты научился Чему-то Когда ты хотя бы Стал ремесленным Согласна И конечно Большое счастье Обучаться У таких педагогов И кстати Александра Владимирович Вот наверное Самые талантливые Нынешние композиторы Обучались Именно у него И сейчас Это такая Целая плеяда Уже и ставших Известными композиторами Это и Алексей Сюмак И Кузьма Бодров И вот наши Сегодняшние гости Жанна Габова-Джексенбекова И я вот почему Задала еще вопрос Про инструментовку Мне очень хочется Чтобы вы нашим Слушателям Рассказали Как же создаются Эти партитуры И вот то Что вы обучались Инструментовке У Юрия Марковича Буцко Выдающегося Российского композитора Который кстати Написал еще Две органных тетради И это замечательная музыка Которая вошла В репертуар Многих органистов И вот мой педагог Алексей Шевченко Даже сделал Запись Скоро выйдет диск Где музыка Баха И Юрия Марковича Буцко И действительно Эта музыка Очень яркая Образная Вот то О чем рассказывает Рассказывает Наши гости Жанна Габова-Джексенбекова Вот расскажите Как устроен Лист партитуры И как вообще Сколько уходит Например Листов бумаги Для того Чтобы написать Было бы Звучание Например Одной минуты Очень интересный Такой вопрос Сворческий артист Да Очень интересный Илья вопрос Но я конечно Не то чтобы Не засекала Но я почему-то Не подсчитывала Но иногда На одной странице Уходит целый такт Это как вот Распишешь Можно 64 И страничка Закончилась И иногда Это не знаю Тактов 20 Если у тебя Одни картошки Разбросаны А вот расскажите Расскажите То есть вначале Там идут флейты Потом вот это Потому что Многие слушатели Просто не представляют Как звучит Симфонический оркестр И вот на листе Вот написано Ну вот лист Допустим Представляем лист Формата А3 Там 24 Натоносца Это скажем так Стандартный лист Конечно Там может и меняться Да Вот Но стандартный 24 Натоносца Вот И там значит Разбита Группа деревянных Духовых Группа медных Духовых Дальше идут Группа ударных Инструментов Включая Арфу Да Фортепиано Вот Челесто Ну и Что душе угодно Композитору Вот И уже заканчивает Все это Группа струнных Инструментов Включая Скрипок Первых Вторых Альтов Первых Вторых Ну иногда И альты В принципе Идут одной группой Опять таки От творчества И желания Композитора Ну и Виланчей с контрабасом В общем В оркестре Это получается Около 60 Да От 60 Музыкантов Которым управляет Деревянные Духовые Это плейты Габои Габои Кларметы Волторные Потом Волторные Потом Медные Потом Трубы Это один такт Вот идет Вот такая Партитура И кстати У теоретиков У композиторов И у дирижеров Конечно есть такой предмет Чтение партитур С листа Это когда тебе Этот лист Огромный Ставят Перед глазами Ты должен Прочитать Аккорд Который В принципе Ну может быть В итоге 8 нот Но они Расположены А иногда И 4 Притом Разные Совершенно Ключи Это действительно Такой Это такой Квы Прочитай В ключах Да Да Прочитай В нескольких Ключах Если повезет Если композитор Немного Так скажем Тепл Да Ко всем То он поставит Один ключ Для всех Но это не всегда Конечно Это конечно Это иногда и невозможно Теоретически Да Теоретически Я говорю Это такой некий квест Прочитать 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 Хотя бы Одну Страницу Партитуры Найти Ключевые Ноты Собрать Их воедино И хотя бы Что-то Нажать Да Потому что Мелодия Может быть У флейт Может быть У гобоев Может быть У трубы Действительно Это надо Все увидеть И понять А вот Как вы Создаете Свои Партитуры Пишите Сначала Клавир Или Сразу Вот именно Вот эту Глобальную Партитуру Оформляете Свои Праздения Для симфонического Оркестра Знаешь Леночка Это мой Любимый вопрос Я его очень ждала Дело в том Что у меня Все выстраивается Леночка В голове Вот если в голове У меня Вот уже Все это есть Да Я могу Уже приступать К написанию Когда у меня Ни в голове Ни в сердце Ни в душе Ничего Нет Естественно Что я И подходя К листку бумаги Но Это очень редко Когда От прикосновения Рождается Образ И рождается Произведение Это достаточно редко Бывает Но Мне везет У меня это часто бывает Но Опять таки У меня все зарождается В голове После я переношу На бумагу Иногда Зарождается На фотопиано И переношу Опять таки На лист бумаги То есть Начинается у меня С листочка бумаги Потом переходит Вот в компьютерную Запись Но иногда Бывает Что я Обхожу бумажные листы Особенно Когда Как вот сегодня Поступило Сразу Несколько заказов И мне надо Ускорить Этот темп А ускорить Я могу Только благодаря Нынешним технологиям То есть Это Компьютеры И программы Вот как-то Записать Да Записать Ну а кстати Бывает такое Что Как Известная История Бах Приснилось Произведение Или Ривальди Служил Мессу И удалился В ризницу Для того Чтобы записать Тему Фуги И за Этого Его потом Чуть На инквизицию Не отправили Есть ли Такое Что Находишься на Фуршете Или Спишь И тут Пришла Тема Просыпаешься Бежишь Записываешь Ой Леночка Ну у тебя Самые лучшие Вопросы Я очень Прямо В общем Да Действительно У меня Рождается И музыка Дело в том Что я пишу И музыку И стихи Давно С 11 лет Я как-то Однажды Я просто помню Такой случай В своей жизни В 11 лет Я пришла К родителям Родители пили Чай на кухне Я что-то Играла Потому Поскольку я Пианист Вот Я что-то Видимо Учила Играла Пришла на кухню И говорю Мама Папа Я стану Композитором И ушла Вот И с тех пор Ты знаешь Что у меня Действительно Я пишу музыку И пишу стихи Стихи у меня Рождаются В любом месте Хоть в ванной Когда купаешься Хоть в магазине Хоть на улице Но везде Музыка У меня Она абсолютно Она у меня просто Неразрывно Идет Вот с моим Жизнисуществованием То есть Это и Мой способ Не только Самовыражения Это мой еще Образ жизни Вот Возможно У некоторых Это хобби Да Но у меня Это все Вот музыка И написание музыки И поэтому Естественно Что зарождается Оно у меня И во сне Вот И вот Как-то на лодке Мы ехали И я услышала И хорошо Сейчас вот под рукой У нас вот Всегда есть Слава богу Телефон А в телефоне Есть Диктофон Я все это Записываю На диктофон А уже дома Когда оказываешься В нормальных Условиях Именно музыкальных Я могу прикоснуться К клавишам Конечно Я уже записываю Это быстрее А так У меня вот Мой помощник Это мой диктофон В таких Вести повезло Больше Да Потому что Франц Шуберт Известный Астрийский композитор У него не было У него не было Диктофона Не было И тогда По бедности У него даже Не было Нотной бумаги Для того Чтобы записывать Свои произведения И часто Бывало Что он встречался В кафе С своими Друзьями И на салфетках Кафе Записывал Свои песни И те друзья Которые понимали Ценность этого Быстренько Эти салфетки Забирали А иногда Они просто И пропадали Поэтому большое Счастье Что сейчас Есть диктофоны Больше произведения Свои Можно Легче Сохранить И легче Эту идею Которая возникла Ухватить За хвост Согласна Ты пишешь Достаточно В таких Лирических Тонах То есть И музыка Понятна И ясна И наверное Не случайно К тебе обратился Этот флюетист Который давно Не играл Потому что Он услышал Что действительно Ты можешь написать музыку Как ты сказала Которая может Зацепить А вот Действительно Как вот Как композиторы Начинают делиться На вот этих Авангардистов Абстракционистов Или вот Которые пишут музыку Такую понятную Каждому человеку Просто Ты слушаешь Тебе просто нравится И вот Как ты выбрал Этот путь Не захотелось И тебе тоже Самое уходить В этот минимализм В авангард В модерн Знаешь Леночка Дело в том Что На мой взгляд На мой взгляд Композитора У меня Все зарождается Именно во время учебы Появляется Некий такой Тонкий вкус На что-то И вот Именно С зарождением Этого вкуса У тебя появляется Желание Ну как-то Досконально В это вот Уйти Вот именно Во время учебы Ну Я говорю За себя Иногда бывает Так что Приходишь На концерт И думаешь Боже мой Так он же Вот же этот ответ Вот что я искала Да Вот Для меня Это очень Ценно Вот Все что Со мной происходит Что касается Выбора Хотела ли я Куда-то уйти В другую сторону И конечно Как любой композитор Я считаю Что мы обязаны Не то чтобы обязаны Но опять-таки По желанию Попробовать Вот Сделать все И именно тогда Мы можем себя называть Ну Таким Красивым Статусным словом Как профессиональный Композитор Да Если мы не можем Вот допустим У поваров Да Не знаю Там у пекарей Если он не может Испечь элементарных хлеб То извините меня Как он может себя считать Там Очень таким Да Вот Если он печет Допустим Ну только Только пирожки Не может торт Не знает Как это все совместить Вот Если он печет пирожки Профессионально Ради бога Я буду только за него рад Но вот я Например Да Я писала Минимализм И я люблю это И у меня есть Несколько произведений Поэтому если Если это что-то нужно Да Если я почувствую Что Вот я уловила Да Вот эту вот нить Ну спустилась ко мне Это муза И я чувствую Что именно Вот в этом Да Направлении Я должна создать Это произведение То оно у меня И получится Именно так Вот Что касается Таких вот понятий Может быть уже Каких-то размытых Или может быть наоборот Слишком часто встречающихся Как авангард Да Вот То Или электронная музыка Я туда Скажем так Пока не суюсь Очень профессионально Почему Потому как Я нахожусь В статусе наблюдателя Поскольку электронная музыка Больше всего На мой взгляд Связана с Неким Таким знанием Инженерным Или может быть Я ошибаюсь Вот Мне На мой взгляд Это Ну как Леночка Ну кажется Что эта музыка Больше Наверное Уж очень больше Мужская Потому как Это Или электричество Или что-то такое Какие-то провода И у меня это Немножечко Как-то так Ну как бы Появляется Какой некий Какой-то страх Когда есть Мужская музыка Ну кстати Предвосхищаешь Мой следующий вопрос Мужская музыка Да Часто Да Женщина-дирижер Женщина-композитор Еще как бы Уже смирились с тем Что женщина-пианистка Женщина-склипачка Уже да Ей действительно Да-да-да Еще ладно Уже смирились Что женщина-органистка А вот Женщина-композитор Женщина-дирижер Еще все-таки Как бы Завоевывают свое Вот Насколько Есть ли Или Не то что Пренебрежение Но все-таки Снисходительная Интонация Вот как К женщине-композитору Или все-таки Это уже Пережиток прошлого Ну мне бы Очень хотелось Надеяться Что это Пережиток прошлого Хотя Иной раз Вот именно Сталкиваешься С тем Что относятся К тебе Очень так Нежно Ну кажется Что нежно Но наверное Вот как ты правильно Сказала Так Ну благосклонна Ну хорошо Деточка Пиши Вот Ну наверное Как-то так Хотя вот мы Недавно Вот я Еще раз Напомню Мы победили В конкурсе Собрались Композиторы Группа композиторов Но вообще Идея эта поступила От Сценариста Тоже девушки То есть Опера Которая должна Быть написана И написалась Она Именно Женщинами-композиторами Вот И исполнять Имеется ввиду Тоже будут Женщины И даже партии Мужские Тоже будут Женщины А насколько Это правильно Насколько Это нужно Ну мне Как женщине Это не очень Да Мне очень нравится Обидеть мужчин Вот Мне Ну как-то Мне как-то Более радостно Что ли Когда вот такая Вот гармония Когда симбиоз Да То есть Когда все на равных Конечно Когда есть и мужчина И женщина Когда есть и белая И чёрная И тёплая И холодная Мне это Вот мне это Импонирует А когда ты находишься В одной такой Вот Может быть даже Где-то и узкой Да Вот Но с другой стороны Тебе там дают Возможность Ну как бы Раскрыться Потому что ты женщина Это конечно Мне тоже Импонирует Но не так Скажем А как вот ты относишь К тому Что сейчас Вот стали Использовать Вот особенно Мне резонул Последняя публикация Смоби Что женщина Режиссёрка Впервые выиграла Конкурс в Каннах Среди режиссёрок При том Что смысл в том Что Как бы Конкурс был Среди всех Режиссёров Да И там участвовали Мужчины и женщины Но вот эта вот Формулировка Среди режиссёрок А женщина Режиссёрка Вот То есть композиторша Уже как бы так Более-менее Ну вот Дирижёрка Режиссёрка Как она для тебя Лично звучит И как ты к этому Относишься Ну вот Именно с юмором Как мы сейчас С тобой Да У нас была замечательная Мудрость Женщина Отличается Может быть Некая мудрость У своей Но у некоторых Мудрость бывает Лёгкая Ну вот например С юмором Как мы Чтобы отнестись Мы прекрасно понимаем Всё Но чтобы Обойти Некие углы Мы лучше улыбнёмся Ну вот Кстати Дорогие друзья У нас сегодня В гостях Российский композитор Жанна Габова-Джиксенбекова И вот двойная фамилия Да То есть Муж Тубист Мой однокурсник Иван Габов Да И самое интересное Вот Как тебе так легко Удаётся совмещать И семейную жизнь И писать произведения Для Да То есть У тебя есть Произведения Папы Да То есть Написанные специально Для твоего мужа Фактически А как тебе удаётся И сколько В вашей семье Вот я честно говоря Не знаю сколько детей Но немало Спасибо Лёночка Большое Да У нас в семье Трое малышей Дочь И два сына Вот Саша дочь И два сына Потому что все музыканты Нет Нет Дочь у меня Очень Значит Увлекается Единоборствами Театром Вот Сыновья у меня Как-то пока В разброс Но Им нравится и музыка Они ходят И музыкальную школу И на самбо И шахматы И футбол И театр И танцы В общем Всё абсолютно Пока ещё Свой выбор Так определённо Не сделали Как я в 11 лет Хотя я им Как мама говорю Когда же вы сделаете Свой выбор Вот я уже Всё выбрал Вот Но видимо Сейчас видимо Больше свободы Что кстати Вот Многие отмечают Даже творческие личности И композиторы Что Если раньше старались Если ты хочешь Как-то выйти Да Вот куда-то выстрелить Да И наконец Уже обрести Какую-то некую Свободу То тебе нужно Вот в одном направлении Всё время идти 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 вперёд И куда-то Вот Может быть наконец И выпрыгнешь То сейчас Вот такая вот Чувствуется свобода Я выбираю Всё что я хочу Любое направление Любой жанр Да Любой состав Да Допустим Где-то требуется Симфонический Где-то вокальный Где-то хоровой Где-то камерный Где-то ансамбль Да Я То есть сейчас Вот некая свобода Для творческого человека И где ты можешь Выбрать Ну всё Может быть в связи с этим Вот наше молодое поколение Не может ещё пока Определиться Где оно Хочет быть Вот Что касается Нашей семьи Мы многодетная Многодетная семья Города Москвы Супруг у меня Ты правильно сказал Твой однокурсник Вот Чему я Очень рада Ваня Ванечка Всегда очень Типо отзывается Вот Он тоже Профессиональный музыкант Ну Стараемся Всё время Всё время Вместе Решать Вот Всё Что касается Семьи И друг другу Помогать В творчестве Мы с ним работаем Вот в шахматном порядке Как я называю Вот Он с детьми Я в творчестве Он в творчестве И на работе Я с детьми Вот Иначе мы Как-то Красно Да Это вот Такая вот Гармония Мы как-то Это может быть Негласно Но У нас Вот это Получилось Ну И я даю Бог Надеюсь Что получается По сей день Ну Чудесно У нас передача Прямо остались Отсоединенные минуты И мне очень хотелось Задать тебе такой вопрос Да Можешь сказать Красной нитью В твоей жизни Проходят конкурсы Сначала ты активно В них сама участвовала Теперь ты Во многих член жюри И продолжаешь Дальше Сама участвовать Вот Насколько Они нужны Эти конкурсы Потому что Многие рассказывают О том Что конкурсы Ломают жизнь Кому-то Они дают Дорогу И прочее И в то же время Все равно Конкурс Это с одной стороны Большой рывок То есть Для композиторов Это создать Новое произведение Элементарно Но в то же время Быть признанным Или быть Задвинутым И вот Как ты сама Относишься К этим конкурсам И какую они роль Сыграли в твоей жизни В конкурсах Я принимаю участие С десяти лет Вот как только Поняла Что я могу играть И играю неплохо Я стала принимать Участие в конкурсах Вот Что касается Конкурса Именно как композитора Я принимаю участие Ну тоже очень давно Я С другой стороны Я конечно понимаю Что есть конкурсы Которые ломают Да Творческую карьеру А есть Которые Ну наоборот Да Вот как-то так Раз взлетел И вот Вот этот вот огонек Только ухватись И плыви дальше Да Или беги дальше Вот Для меня конкурс Это некая такая Вот мотивация А могу ли я Или Наоборот Мотивация Написать нечто новое Да Вот именно согласно Вот требованиям Именно этого конкурса Вот Успею ли я Доложиться в дедлайн Да Вот И Но если я выиграю Это замечательно Да Хотя я прекрасно понимаю Что все-таки Судьи тоже люди И Очень трудно предположить Да Кто допустим Победит А кто Скажем так Получит диплом участника Вот Здесь вот такая Вот тоже Вот это все-таки Вот Нечто Субъективное Оно присутствует На мой взгляд Вот Почему Потому что Ну Но не без этого Все-таки Если бы там Жюрили Может быть По каким-то Четким параметрам Да Вот Дважды два Это четыре В музыке Этого нет Дважды два Четыре Каждый композитор Может описать По-своему Да Именно поэтому Мы отличаемся Мы то Что мы Не можем Схватить Но мы можем Вот Как-то через себя Все это Мы как Мы есть Но нет Но как будто и нет Вот знаете Вот такая вот загадка Приди с подарком Но без подарка Да Королю Вот 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 нечто вот такое Поэтому видимо И оценивать нас Достаточно сложно Что касается конкурсов Я действительно принимаю Участие в этих конкурсах Для меня Результат Не Да Это радость Но Я имею ввиду Победа Или не победа Да Но Я рассматриваю Это как Чисто как Мотивацию Мотивацию К написанию К Какого-то Скажем так Ну Нового Произведения Вот И плюс Да Действительно Ты правильно Заметила И мы сейчас Вот тоже С супругом Вместе И с нашими Друзьями Организовали Также и Свой конкурс Вот То есть Конкурс Я считаю Что в конкурсе Нужно принимать Обязательно Участие Любому музыканту Неважно Музыковед Композитор Или исполнитель Потому как Это закаляет Себя Очень сильно Вот И Ну Плюс Мало того Что закаляет Себя Как личность Да Ты Ты себя Еще и Ну Скажем так Вот Вот как Говорят Спортсмены Да Вот они готовятся К какому-то Чемпионату Или Олимпийским Играм Да У них Появляется Система Система По которой Они следуют Да Либо Они занимаются Экспериментированием Да Они вот что-то В новое Вносят И Вот эти вот Эксперименты Развивают Для чего Для того Чтобы потом На выходе Получить Нечто новое То что Можно уже Применить Где-то На чем-то Другом Так же И в себе Вот у тебя Это тоже Должно быть И ты должна Это зародить В своих учениках В своих детях Если это Есть возможность Потому как Это очень сильно Мало того Что мотивирует К чему-то К созданию новому Это еще и подходит К экспериментам Неким Которые обязательно Повлекут Ну Любой результат Отрицательный Или положительный Неважно Это тебя Мобилизует Ты становишься Более собранным Да Ты концентрируешься То чего Очень мало Сейчас Вот в детях Особенно Да Они И вот Благодаря Вот этой Творческой Свободе Там Там Им трудно Сконцентрироваться На чем-то Одном А именно Это и влечет К тому Что ты не можешь Сделать свой выбор Определиться С выбором Вот Ну вспомни Наше с тобой Детство Сколько было Игрушек Тогда в магазинах И сколько сейчас Ну в магазинах Может игрушки-то и были Но просто Сколько покупали Родители Сколько покупали Родители Не было у нас Такого изобилия И конечно Жизнь была Совершенно иной Но в то же время Я думаю Что точно так же Как было Расслоение общества Раньше Так же оно сохранилось И сейчас Просто У каждого Жизни Она становится Другой У нас К сожалению Совершенно Заканчивается Время Осталось Буквально Какое бы ты Посоветовала Послушать Произведение Своё Нашим Слушателям После эфира Чтобы познакомиться С твоим творчеством Да Хотелось бы Чтобы вы Послушали Произведение Папа Для симфонического Оркестра И фортепиано Это тоже Такой вот Некий Симбиоз И заказа И коммерческого И Скажем так Моей души Вот И квартет Для тубы Скрипки Альта И фортепиано Таката фантазия Вот Ну Это то что Показывает Доступно Вот В публичном Сообществе Да Было бы здорово Если ты мне Как раз Пришлёшь ссылки Я просто Опубликую В комментариях Спасибо тебе Огромное И слушатели И слушатели Смогут послушать И познакомиться Ещё и с твоим Творчеством Дорогие друзья У нас в гостях Сегодня был Российский Композитор Жанна Габова Джексенбекова Очень Тёплая беседа У нас получилась И Я очень рада Что в Риге Возобновилась Культурная Деятельность Проводятся Концерты И Хотела бы сказать Что очень скоро Уже я тоже вернусь Спустя полгода Своего отсутствия Рада Что у меня Была такая возможность И есть проводить Передачи по Zoom И Хотела сказать Что 5 ноября У меня будет концерт В Домском соборе С презентацией Моего диска Иоганн Себастьян Бах Все органные Такаты Но вот ещё раз Скажу Что сегодня У нас в гостях Была Жанна Джексенбекова Жанна Габова Джексенбекова Это российский композитор Жанна Спасибо за беседу До новых встреч Леночка Тебе большое спасибо Огромнейшее Счастливо До свидания Дорогие радиослушатели Всего вам самого доброго Огромнейшее Слушает